Здесь собрались те, кто своими руками творил историю, а сейчас сохраняет ее и чтит. Кто строил московский коксогазовый завод, запускал производство, налаживал инфраструктуру города Видное. Люди все пожилые, они помнят, как строили завод, как начинали, как реконструировали, как делали большое дело для нашей промышленности, народного хозяйства нашей страны. Их труд, их подвиг, он очень важен. На повестке дня – воссоздание Совета ветеранов Московского коксогазового завода, а также формирование его актива. На время пандемии организация фактически прекратила свое существование, но с улучшением эпидемиологической обстановки заводчане приняли решение возобновить деятельность. Функционировать совет будет в составе ветеранского сообщества Ленинского городского округа. Наша задача – возобновить диранскую работу, возобновить общение с нами, возобновить поддержку диранского движения и конкретно дойти до каждого нашего ветерана, пожилого человека, независимо от его статуса. Сейчас в общественной организации состоит более ста человек. Присутствовавшим на собрании предстояло выбрать новое руководство и актив Совета ветеранов. В результате председателем назначили Галину Непринцеву. Работа заключается в том, чтобы наши ветераны завода не были в стороне от общественной жизни, чтобы обзванивать, приглашать на какие-то мероприятия, на чаепитие, оказывать помощь, обзванивать, а вдруг кто-то заболел, поздравлять. Завершилось мероприятие экскурсии по экспозициям историко-культурного центра, организованной в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.